В Новосибирской области больше 500 сиделок ухаживают за пенсионерами в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Бесшовный график работы позволяет помогать пожилым 7 дней в неделю. Как работает служба долговременного ухода, расскажет Иван Деревянченко. Лидия Павлова начинает день с измерения давления своему подопечному. Виталий Михайлов долгое время прикован к кровати из-за сложного перелома шейки бедра. Несколько лет назад пережил инсульт. Пенсионер в прошлом военный, поэтому борется за каждый день как никогда. Сам ухаживает за собой, читает много детективов, коллекции около 200 книг. Лидия Эдуардовна помогает ему уже три года. Услуги есть у нас ежедневные, какие-то услуги есть через три дня, например, раз в три дня. Прихожу, обязательные у нас услуги каждый день, то есть умывание, обтирание, смена нательного, абсорбирующего белья. Смена постельного белья, кормление, физические какие-то упражнения, перемена положения тела. На протяжении четырех лет в Новосибирской области реализуют пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми. В рамках региональной программы старшие поколения участвуют все муниципальные учреждения. Сейчас в службе сиделок больше полутысячи человек. Каждый прошел профессиональную подготовку. Ускоренные курсы по уходу есть и для родственников пенсионеров, нуждающихся обеспечивать необходимым оборудованием. Функциональные койки, инвалидные кресла и транспорт. Предусмотрен ряд бесплатных медикаментов. Всего в социальный пакет долговременного ухода входит 50 услуг. В Новосибирской области мы одни из первых, кто сделали бесшумное обслуживание. Понятно, что есть выходные дни, не у всех есть родственники. Где-то родственники отказываются ухаживать. И Новосибирская область построила такой маршрут, научилась делать графики скользящие по сиделкам. И этот проект, что теперь у нас долговременный уход, все-таки происходит на таком профессиональном уровне. У Надежды Аникиной трое подопечных. Работает по графику три через три. В этой сфере с 2002 года. Сегодня ухаживает за Лидией Пономаревой. Из-за сахарного диабета пенсионерка лишилась ног. Почти всю жизнь проработала на оборонно-промышленном предприятии. В Бердском электромеханическом заводе. Для соцработника со стажем такая работа сравнима с походом к близким друзьям. Вместе с Лидией Васильевной обсуждают сериалы. Делятся историями из молодости. Что-то привлекло. Работаю, не бросаю. Я меня посылали на учебу. Я учебу за это ездила в Новосибирск, училась этому всему. К нам приезжают? Здесь Новосибирска помогает нам. Смотрят тоже, как обрабатывают. Роны нам рассказывают. Получить необходимую поддержку можно при установлении гражданам первого, второго и третьего уровня нуждаемости в постоянном уходе. Каждый из них различается количеством посещений в день и в неделю. Работа сиделок ежедневная. Не прекращают навещать и в праздничные, и в выходные дни. Иван Деревянченко, Данил Клупаков. Новости ОТС.